Кто-то её смазывает маслом, он сказал, говоря про бороду. И это меня мотивировало к тому, чтобы свою бороду тоже смазывать маслом. А тут ещё недавно моя жена купила очень хорошее такое масло, просто бомбовое. Вопрос личного характера. Как ты зарабатываешь, как ты существуешь, тебя реально спонсируют? Спасибо за ответ. Ну вот вы меня и спонсируете. Здесь ты вот сейчас. Так, давайте будем начинать. Самый сильный аргумент фанатов Арцуева, что у Тумсо страшное лицо, а Арцуева светлое, доброе. Это сильный, конечно, аргумент. Я бы сказал, это гвоздь в крышку моего гроба. Мне нечем парировать. Тумсо, в Ханты-Мансийске толпа чеченцев пыталась вытащить мента из служебной машины и совершить самосуд за ДТП с травмой ноги. А если бы был обыкновенный человек, то его на месте перерезали на части? Я видел, тоже наблюдал за, ну как наблюдал, наткнулся на несколько публикаций по этому поводу. И негодовали некоторые товарищи, мол, почему там никого не наказали за попытку самосуда и прочее. Ну, я понимаю возмущение собравшихся там людей, неважно, чеченцы это или не чеченцы. Там, где представитель власти, который должен соблюдать закон, нарушает правила дорожного движения, совершает ДТП и после этого пытается, пользуясь своим служебным положением, еще и отмазаться, то это, конечно, людей это возмущает, поэтому там какая-то реакция была. Если бы это был обычный человек, то у него не было бы возможности попытаться отмазаться, пользуясь своим служебным положением, и реакции, соответственно, тоже такой не было. И то, что власти сами решили на это закрыть глаза, на то, что они попытались сделать и просто замять эту тему, говорит о том, что там чувак провинился, очень серьезно провинился. Поэтому я бы на вашем месте лучше бы вообще не раскачивал эту тему и молчал. В том, что у тебя борода из аминоксидила так распушилась, говорит, слушай, я просто начал ухаживать за своей бородой, и, ну, результат налицо. Борода стала более такой приятной, всякий. Как помните, когда я разговаривал с Иудовым еще в первый раз в 2018 году, и мы там коснулись вопроса бороды, и он сказал, Кто-то ее смазывает маслом, он сказал, говоря про бороду. И это меня мотивировало к тому, чтобы свою бороду тоже смазывать маслом. А тут еще недавно моя жена купила очень хорошее такое масло, просто бомбовое. Ну и, короче, я стал намазывать свою бороду маслом, и она стала такой ухоженной, красивой, приятной, на ощупь, на запах. Короче, я рекомендую вам, ухаживайте за своими бородами. Кадыров так давно не приезжал в Дагестан, но почему именно сейчас, и зачем с таким кортежем? А еще вы говорили, что Кадыров не лезет в другие регионы. А как же Инг-2018 и Кизляр-2019? Ну, то, что он поехал в Дагестан, это оказалось связано с инаугурацией Меликова. Меликова, кажется, да, фамилия был и Дагестан? Короче, у него была инаугурация, и Кадыров поехал вместе с многочисленными своими чиновниками, министрами, председателем парламента и так далее. В общем, такая внушительная команда из Сечни поехала на эту инаугурацию поприсутствовать, поздравить Меликова. Они же распространили эти ролики оттуда. Так что, почему он туда поехал, я думаю, этот вопрос понятен, не будем на нем долго останавливаться. Что касается не лезет в другие регионы, ну, мы же говорили, не лезет в другие регионы, не знаю, что он туда не ездит, что он как-то, какие-то вопросы там не бывают. Мы же говорили об этом в контексте того, что он не пытается стать главой и в каких-то соседних регионах. То есть, я не вижу сегодня каких-то предпосылок к тому, чтобы в соседних регионах люди переживали по поводу какого-то объединения, что там Кадыров может стать главой какой-то объединенной республики Кавказа, куда войдут и Чечня, и Гушетия, и Дагестан, или еще, может быть, другие республики. Я не вижу к этому каких-то предпосылок. Именно это подразумевалось под словами «не лезет». А так, лезет ли он, хочет ли он влиять, иметь какое-то влияние в соседних регионах? Ну, конечно, хочет и влияет даже, и имеет это влияние. Ну, куда мы без этого? Понятно, что Кадыров человек с огромными амбициями, и не только на регионы, российские субъекты на Кавказе, но он даже пытается, не оставляет попыток влиять на Грузию через Панкистское ущелье, он даже там пытается какие-то козни строить. То есть, в этом плане, конечно, он и пытается, и будет пытаться это делать. Саламу алейкум, Тумзо, ты считаешь Сауди мусульманским государством и правителем мусульманами? Да, я считаю Саудовскую Аравию, безусловно, исламским государством, государством мусульман. Более того, я ее считаю единственной, наверное, страной, которую можно полноценно назвать землей Таухида, страной Таухида, страной Едины Божией. Правителям этой страны у меня есть свои претензии, я не могу сказать, что я их люблю. Скорее, наоборот, мне они далеко не нравятся, но не считать их мусульманами я не могу. При этом я признаю их мусульманами. Да, они мне не нравятся, мне бы хотелось, чтобы они были лучше, чем они есть. Но, к сожалению, это не в моих силах. И я также понимаю, что это не мои все-таки правители, это правители граждан Сауди, их подданных, пускай они разбираются с этим вопросом. Но выносить им такфир и говорить, что они не мусульмане, конечно, я такого не делаю. Для меня это мусульмане. Я из Ташкента, меня зовут Мухаммад. Ты очень уважаемый человек. Даже в Ташкенте? Спасибо, Мухаммад. Вопрос личного характера. Как ты зарабатываешь? Как ты существуешь? Тебя реально спонсируют? Спасибо за ответ. Ну вот вы меня и спонсируете. Здесь ты вот сейчас будешь свидетелем, являешься свидетелем процесса, кто меня спонсирует, как я, по сути, зарабатываю. Короче, просто наблюдай, и ты все. Здесь, помимо тебя, обычно очень серьезно наблюдают за этим процессом представители кадыровской власти. Иудов, по его собственному признанию, очень любит наблюдать. И это ему прям по сердцу, по-живому так бьет его. Это очень сильно ранит, когда он видит эти транши, приходящие ко мне. Вот этого финансирования. Вот, кстати, смотри, пришло финансирование. Финансирует меня Беларусь. Пишет, повезло тебе с женой, масла тебе покупают, а мне моя даже пожрать нормально не дает, говорит Беларусь. Беларусь, прими мои соболезнования. Я даже не знаю, как тебя поддержать в этой ситуации. Япон, Беларусь, кормить мужа – это обязанность жены, а не ее права. Согласно Женевской конвенции, каждый пленный имеет право на горячую еду. Так ей и передай, благодарить не нужно. Япон, это неплохой был совет. Почему ты не считаешь Закир Найка Алимом? Ты думаешь, что ты так хорошо разговариваешь, что ты умней всех? Нет, Азамат Шарипов. Я не думаю, что я умней всех. Я думаю, что Закир Найк – это уважаемый брат, который гораздо более умнее меня. Но это не делает его ученым, понимаешь? А если мы говорим об исламских, а шариатских ученых, то там есть определенное положение. Большие ученые – это океаны знаний, дорогой мой брат. Восточные. Саляму алейкум. Обращаюсь к тем, кто обижается на заявление Закир Найк. Не ученые. Вы также обидитесь, если услышите, что кресло – не диван. Не ученые – это не оскорбление, это констатация факта. Алейкум ассалям. Да, я не знаю, видимо, для кого-то, когда кто-то считает человека, ошибочно считает его ученым, и когда другой говорит, что он не ученый, наверное, поэтому им кажется, что это как-то умаляет достоинство этого человека. Но на самом деле нет, просто понимание у вас изначально, видимо, было неправильно. Надо изучить вопрос о положении ученых в исламе, кто считается ученым и так далее. Когда не будет, я думаю, таких недоразумений. Продолжение следует...